Итак, ребята, это обзор сохранения постов использования технологии Жанго и Аякса. Уроки мы уже написали, но вы будете это смотреть перед уроками, чтобы понять, чего мы там наделали. Этот функционал нужен каждому сайту. И не важно, ведь удобно, когда, допустим, пользователь нечто там читает и может себе сохранить это для использования. Я не ставил сейчас флажки, а специально сделал словами, иными словами, в чем заключалось. Вот если мы берем какие-то посты, ну давайте тут уже какие-то посты, ну вот, допустим, там удалить текст, и можем его сохранить. И в данном случае будет сохраняться в кабинете пользователя. Пользователь, который зашел в кабинет, сохранил, нажимает сохраненный, и может этот пост, вот этот вот, да, почитать. Если он почитать, если он ему не надо, то перейти и отменить. И уже если он перейдет на эту страницу, то там его не окажется. По сути дела, это можно добавлять абсолютно любой сайт для удобства. Сейчас я, в общем-то, потому что для новичков тут ничего интересного не будет, потому что это надо быть в школе и писать. Но, ребята, вас я сориентирую, что нам стоит проделать. Как я сказал, мы уже проделали это, и делаю обзор. Первый пункт, который мы с вами делали, это в нашу директорию templates project в базе HTML мы добавили функцию сохранения постов. Ранее мы рассматривали. Теперь давайте еще раз посмотрим, да, на нее. Я все-таки, как ранее рекомендовал, рекомендую вам открыть Аякс, то есть Жукерий, и посмотреть. Очень много материала, но мы с вами все равно разберем. Сейчас коротко. Итак, первая строка говорит о том, что ничего не делать, вот эту функцию наберите в Жукере, пока не будет какой-то клик. Мы с вами создали файл SaveSection, да, секция, которая, в принципе, является формой. Это многие даже не знают, откуда формы. И здесь мы видим ID присвоено значение Save, то есть все остальное одинаково. Да, значение PostID. Это чуть позже поговорим. Так вот, как раз, если мы смотрим, то при нажатии Save будет происходить вот это действие. Сохранение. Здесь мы видим переменную ПК. Ведь Жукерий ничего не знает, что у Жанга есть ПК. И нам без разницы, знает или не знает. Зато Жанга знает. Посему мы создали переменную ПК, где, значит, присвоили сейчас прямо применять при помощи ключевого слова ZEV, да, атрибут Value. Давайте посмотрим еще раз SaveSection. Атрибут Value. То есть применять атрибут Value. Вот и все. Здесь идет PostID. Откуда все это взялось? Открываем нашу вьюху. Мы для этого написали отдельное представление SavePost из AJAX. Значит, здесь... Сейчас я не буду объяснять. В уроке объясняли. Иными словами, просто написали представление. Да? Отдельное. При этом AJAX будет запускать, как и ранее, в JSON-Response. Функция стандартная. А вы помните, в предыдущих уроках мы писали Мельдвер свой, чтобы этот AJAX запускался. То есть данная функция, получается, будет отвечать за что? За то, чтобы работала эта кнопка. Вот так, да? Все. Это ее задача. Уроки подробно разбирали. Сейчас просто, что это вам... Вам сейчас это только предстоит писать, поэтому я и записываю этот обзор. Ну, база HTML, дальше особо тут ничего нету. Но давайте перечистим. Значит-то, смотрите. Еще один маленький момент. Когда мы делали в юху вот эту сейв-пост и саякс, мы делали URL. URL. Пост-сейв. Да? Вот видим name его, то есть переменная, пост-сейв. И здесь мы указали именно URL, по которому вообще работать. Да? Пост-сейв. Ну, тип данных, понятно, это форма, пост. Почему? Потому что мы написали сейв-секшен, а вот эта форма и есть. Иными словами, получается, джанга вроде как творит чудеса. Какие чудеса? А вот это очень интересно, да? Смотрите, вот эта вот запись, она же создавалась при помощи формы. Поэтому джанга хорошо считывает. Грубо говоря, она взяла и стащила этот пост в сохраненной, при помощи обычной формы. При этом джанга на самом деле без разницы. Вы же это можете применять для видео, аудио, для чего хотите. В принципе, везде совершенно будет одинаковый. Давайте еще что здесь посмотрим. А вот здесь данные, да, data, id и pk. pk это просто переменная, которую надо применять. Здесь у нас идет вот это от... Давайте. Здесь, когда данные, как мы видим, у нас... Давайте проще. Я вам сказал, что открываете. Значит, что делаете? Набираете jokery.data.ajax и обязательно находите. Находите данные. Нам надо здесь такой же принцип, как у JSON, пару ключ-значения. Это не словарь Python. Это работа jokery. То есть, поняли, да? Ключ-значения. И мы обращаем внимание. Сейчас, секунду. Обращаем внимание. ID и pk, да? То есть, любая запись и джанга, и jokery, и любая другая библиотека, понимая, что в базе данных есть ID. Да? Так, каждая запись хранится под ID. А pk это уже джанговская фича. Ключ-значения. Поэтому четко jokery будет понимать, что надо извлекать что-то, да? Что называется pk, да? Для джанга. Хотя jokery, она ни хрена об этом не знает. Да и не надо, чтобы знала. Но, тем не менее, если мы сейчас пройдемся по юрлам, да, то по здителям мы видим, вот он pk, да? То есть, джанга как раз-таки будет четко понимать, что извлекать. Поэтому, чтобы jokery что-то там знала, это и не надо. Ее дело просто чего-нибудь там дергать. Ну, а это все просто. Это сработка CSRF токена, то есть, передача данных методом POST. Иными словами, получение ключа, ну, не буду сейчас загружать вас, просто CSRF, я скажу и все. Тип данных через JSON. В принципе, и все такое. Самое главное еще, что здесь надо разобрать, но все это вам надо самим разобрать. Это save section. По сути дела, если мы посмотрим, как вот она будет понимать, это джава-скриповское создание jokery, это умная библиотека, я скажу. Она много умеет. Как она будет понимать? Она будет понимать по селектору. То есть, ей надо сказать, тыкнуть носом. Иными словами, в POST-дитель мы что сделали? Мы этот селектор указали, ID и селектор. То есть, поэтому ей сказали, тыкнули носом, что ты будешь все действия делать только, когда обнаружишь этот селектор. Кругом пусть там хоть на голове ходят, там кликают, кричат, что хочешь делают. Ты будешь только что-то делать, когда будет вот в этом селекторе. Поэтому мы написали селектор. А сюда просто, как ранее мы делали с вами с уроками, при помощи директивы include, вот эту блок save section мы импортировали. Ну, в уроке мы все это разбирали, прописывали каждую строчечку. Ну, просто сейчас, чтобы вы сообразили, что делать будете. Сама эта форма, никакой хитрости здесь нет. В самой форме здесь action это URL, куда сохранять, метод и две строки. Если будет сохраняться, да, иначе. Иными словами, я не ставил значки, я сохранено или не сохранено. Можно значки здесь вперед. Значение у нас post.id. Чтобы все это работало, нам надо, ведь когда мы открываем страницу нашу, у нас получается страница дитель, да, то есть, которая имеет вот это вот тоже ПК, да. Поэтому мы с вами будем еще, что делать правильно. Мы зайдем в нашу страницу функцию view худитель. Еще раз, теперь смотрите маленький момент. Вот эту писали по AJAX, да, это то, что будет только вот делать, сохранять, либо удалять. Это ее задача. Вот мы определяли пост. Вот он, что сохранять по ID. То есть, сохранять, либо удалять. Далее, подсчитывать. Это ранее мы в моделях писали, все это разбираем. И сохранение. То есть, когда задавали начальное состояние, false true, да, сохранять, не сохранять. Ну, это все остальное разбирали в уроке. Эта функция будет сохранять, не сохранять. Теперь нам надо функцию, которую мы ранее писали, дитель view. Ну, туда нам надо добавить код, чтобы функция дитель, которая открывает в эту страницу, тоже соображала, что надо то с этим AJAX работать, надо как-то с ним подружиться. А он ничего о нас не знает. Давайте сдруживать. Сдруживание происходит совершенно простым образом. Ранее мы с вами писали функцию, как вы помните, сохранение всех постов. Ну, это ерунда. Далее тоже объясняем, что начальное состояние, переменную создаем, save, false. В общем, грубо говоря, ничего не делать. А далее мы с вами записываем, объясняем, да, функции, что мы делали с вами страницу, handlePage, где применяли функцию getObject.org 404. Иными словами, удобная функция, чтобы джанг, чтобы халявить, да, чтобы джанг за нас делала все, находится, живет во вьюхе, в частых использованиях в функциях. Мы в нее зашли, мы про нее часто говорили и посмотрели, что это функция, что обязательный параметр у нас там класс, и дальше любые позиционные или именованные аргументы. Нам это достаточно. Далее, здесь четко было написано, что метод get, и если чего-то пойдет не так, вернет исключение. Иными словами, либо страницу, либо скажет, что страницы не существуют, что очень удобно. Это мы делали с вами, вы соображаете, вот наша модель POST, вот наша ID, да. И джанга, я говорю, и джаваскрипт, и любой язык, который работает со SWEP, четко понимает, что любая база данных сохраняет данные, присваивая к каждой записи ID. Это знают все. Пока мы ранее с вами разбирали, это джанга со своей стороны делает такой же номер, но чтобы джанга понимала, что это ID. Ну, мы, по сути дела, ID присвоили значение ПК, поэтому джанга начала понимать. Тут мы начали объяснять джанга, что вот handlePage, то есть переменная, мы здесь извлекли страницу с определенной модели по ID. Иными словами, произошло вот это вот действие, да. Вот щелкнули, вот она страница номер 12 там, ID этот. Все извлеклось, все здорово. Но дальше надо джанга тоже начать объяснять. Это мы ранее проходили. Идет первое сохранение постов, да. Мы смотрим. Здесь мы открываем, чтобы понять, да, нашу модель. И вот у нас есть умное поле, save post, которое имеет money to money field, многие ко многим. Ранее мы писали, ну, в общем, не буду это воспутать, с полями мы раньше делали, то есть вы знаете. Сейчас надо понять, что берем это просто тупо поле. Вот взяли и джанга говорим, что вот тебе поле, то есть ты извлекаешь страницу с поля. Ну, и далее мы с вами рассматривали это ранее при помощи выборки объекта. Фильтры здесь то, что я как раз, вы уже поднатаскались, писал видео недавно, чтобы немножко, да, может еще продолжу писать по реквест джанга, чтобы вы немножко соображали. Хотелось немножко эту тему подтянуть вообще для всех. Ну, и тут понятно, что когда открыта запись, вот она, эта запись ID, да, надо, чтобы четко определялся пользователь. То есть запросить пользователя, который авторизован. Реквест юзер и ID. Ну, это все посмотрите в выборке объектов, потому что участники школы это знают. А кто новый, то приходите, пожалуйста, в школу, либо сейчас топайте на джанга, открывайте документацию, ну, и выборка объектов. И смотрите здесь методы. Ну, все это в школе мы разбирали досконально, поэтому зачастую это сначала сложно. Все. И здесь сказали, вот, сейв теперь истина, true. Ну, и все, что нам осталось сделать, это научить это представление работы с шаблонами. Для этого ранее мы создавали контекст в виде обычного словаря. А далее, это у нас идет подсчет. Подсчет. Вот у нас сейчас один пост, вот оно посчитало. А это у нас наша переменная saves, saved, да, то есть то, что мы сами только что придумали, да. Saved false первое, то есть это объяснение. Как вы видите, я почему-то так подробно объяснил, хотя мы еще все это будем прописывать, что надо уложить в голове. На самом деле, надо несколько раз это прописать отдельно. Вот вы сделаете урок, все это пропишите, потом все-таки я вам рекомендую создать еще маленькие проектики, то и то же потренироваться с Аяксом. Потому что мы сейчас осмотрели один способ, только не забудьте Мильдвер написать, да, чтобы это все работало. На самом деле укладывать тут в голове нечего. На самом деле. Если посмотреть, то вроде как можно запутаться. Да нельзя запутаться. Просто сказал, надо прописать. Нельзя запутаться, потому что все просто. Начните, начинайте всегда с базовой функции, она по стандартной, по шаблону, потом просто тупо во всех вариантах меняйте переменные. Ваше дело здесь разобраться простой вещью, что есть селектор, а дальше пишите просто свои переменные. Все. Здесь не надо ничего думать. Все будет в таких вещах одинаково. То, что я вначале рассказывал. Принцип будет одинаковый. Потом всегда думаем, вот у нас есть этот код, да, мы его, вы раз, два, три, десять напишите, поймете до конца. Значит, нам надо функция, чтобы работать с ним. Мы ее с вами написали. Все, надо знать. Вот это вот пара, да, со стороны Джанго функция, со стороны АЯКС тоже функция. Вот они состыковались. Они будут работать. При этом, со стороны Джанго все полностью имеет URL и все прочее. А дальше, дальше, теперь вот насчет этого говорю. Понятно, что вот эта функция, которая со стороны Джанго, она, так как полноценная функция, она должна иметь и URL, еще раз повторяю, и HTML в данном случае, да, хотя могла бы иметь и PDF, и все, что угодно, и видео, и черное что. Ну, на что там мозгов фантазии хватит, потому что Джанго об этом ничего не знает. Ей пофиг, что выводить. Поэтому в данном случае такие вещи, просто я вам говорю сейчас, да, когда вы пишете с АЯКСом, то всегда пишите отдельный файл. Вот как здесь, save section, и это все используют так. Так, написали, без всяких там HTML тегов, только само действо. Как хотите, украшайте. Просто, так как эта работа будет в шаблоне Джанго, тут не должно быть HTML и body тегов, потому что тогда будет путаться, так как body у нас, где теги? Правильно, в шаблоне, в базовом. Поэтому мы сюда просто вставляем, грубо говоря, кусок кода. Это вот первое, что надо запомнить. Но ведь не сложно, согласитесь, это просто надо прописать. И второе, то есть мы сразу насчет чего думаем? Насчет вот этого сейчас вы говорили действия. Сохранить, удалить, сохранить, удалить, да, там. А теперь второе действие, по сути дела, из двух действий. Состоит и в том, что вот эта страница Джанго, да, вот данная суть десятая запись, должна тоже понимать, что аяк, что между собой-то удаляет, там, что-то делает, да. А что это происходит вот на этой странице, да. Вот это тоже должен знать. Поэтому я пошел здесь уже по второму кругу и обращаю внимание. Второе действие, оно получается тогда банально простое. Страница, на которой выводится у нас в нашем случае это post.detailview, мы просто должны были дописать код, да, то есть сообщить о сохранении страницы. Именно, чтобы она знала об этой странице. Ну, пока достаточно, вы сейчас можете начинать и все это мы пропишем с вами и переосмыслите. Строчка за строчкой просто не торопитесь, надо отдать этому немножко времени. Обязательно поработайте с аяксом, обязательно создайте еще один маленький проектик и этот момент отработайте. Но задержитесь на этом хотя бы недельку-полторы. Пока не сможете в голове спокойно по памяти перечислить все эти действия. А потом открыть проект и посмотреть на него и понять, что происходит. Да, в каждом моменте отдать себе именно отчет, что я понимаю, о чем идет речь. И открываю файл, смотрю на, допустим, на это и понимаю, к чему это относится. Открываю вот это, да, допустим, post.save и понимаю, что мне надо пойти в URL. Это что у нас переменная post.save. То есть, таким образом вы должны проработать все. Все. Как только вы себя словите на мысли, что вы понимаете, где о чем речь и где это проживает, к чему это относится, то все станет на места. Как я говорил, мы все очень подробно разобрали в уроках. Мы же уже написали, это я пишу после. Поэтому здесь просто такие вот рекомендации. Если честно сказать, даже скучно писать это видео, потому что это очень просто все. Но для вас, я сказал, что это может быть пока сложно. Но поверьте мне, что это банально просто. Это надо просто выполнить рекомендации, которые я сказал. А именно, не надо вот этого полупонимания. Ай, понимаю, вроде работает. Ребят, не пойдет. Поэтому что делаем? Пока каждый момент кода, который мы прописали, не будет у вас ответа, где это смотреть, где это работает на автомате. Не идите дальше. Потому что Аякс вам понадобится еще сто раз жизни. Сейчас что-то упустите, потом будете нагонять. Но это ерунда. Самое главное, что дальше не сможете пойти. Потому что дальше будет только больше путаницы. Поэтому этот фрагмент разобрали. И если разберете, то со временем скажу, что будет происходить. Ведь Аякс мы могли написать сейчас при помощи Джукери. Мы можем написать при помощи некоторых HTML-библиотек. Мы можем написать при помощи вообще средств Жанга. Сейчас с Жанга 4 уже это началось. Но просто я решил, что нельзя отдавать пока забвение библиотеку Джукери. Поэтому мы написали свой имя Двер. Ранее, да, с вами говорили, чтобы функцию, которую убрали ранее из Аякс, которая была в Жанга 3, мы решили ее вернуть. Так как я сказал, что можно разными способами писать. Но все-таки давайте эту недооцененную библиотеку не отбрасывать. Потому что все любят халяву. Зачем что-то выдумывать, если надо там поставить, написать лайк, типа как ВКонтакте, если надо, типа сохранение постов, так лучше это сделать там двумя функциями, не дурить себе голову. При этом четко понимая, что... Но я не говорю на это воспринимать. Я говорю, что у вас будет много вариантов. Поэтому изучите вот этот, потом пойдете дальше. Аякс можно писать по-разному. Но это такой способ, который, в принципе, проверенный временем, он работает. Но можно использовать и другие. Все.